Если фотография является вашим вдохновением, если вам нужно одинаково точное управление как фото так и видеосъемкой, или вы ищете полнокадровую зеркальную камеру, которая даст все преимущества профессионального инструмента, Nikon D750 — это то, что вам нужно. Audio Jungle Здравствуйте, меня зовут Валерий Сарангов, и я расскажу вам о новой модели Nikon D750. Начать можно с самого очевидного. Камера добавила возможностей, но при этом стала компактнее и легче. Ее размеры и вес меньше, чем у D810 и даже D610. Рукоятка камеры стала более глубокой и высокой, поэтому камера лежит в руке очень уверенно. D750 — это самая универсальная и доступная профессиональная камера Nikon. При этом ее ценовая доступность не является результатом компромисса с функциональностью и качеством снимков. Помимо этого, уменьшенные габариты камеры будут важным преимуществом для тех, кто переходит с DX на полнокадровую камеру. Можно сказать, что ваш фотоаппарат практически не станет больше. Ну и что больше всего заметно в изменениях эргономики и что мне действительно понравилось, D750 — это первая полнокадровая камера Nikon с поворотным экраном. Здесь 3,2 дюйма, разрешение более миллиона точек и отличные углы поворота. Крепление металлическое и выглядит очень надежно. Поворотный экран в режиме фото и особенно в видеосъемке дает принципиально другие возможности в поиске ракурса. Он уместен буквально при каждой съемке и вполне очевидно, что теперь можно контролировать процесс как с нижней, так и с верхней точек. Для тех, кто снимает быстрые сюжеты, крайне важна будет точность и скорость фокусировки. В D750 используется аналогичная флагманам D4S и D810 система с 51 точкой фокусировки и целым набором разных режимов работы. При этом камера снимается скоростью 6,5 кадров в секунду при полном разрешении, что только подтверждает ее универсальность. Вы можете уверенно использовать новую модель как для съемки глянцевых портретов, так и для настоящих репортажных событий, будь то свадебная или спортивная съемка. В новой камере установлена полнокадровая матрица с разрешением 24 мегапикселя. В сочетании с мощным процессором XPEG-4 камера выдает красивые и чистые фотографии с большим динамическим диапазоном и отличной детализацией. Практически на всем диапазоне ISO от 100 до 12800 енис уровень шумов крайне низкий. Это снова заслуга матрицы и процессора. Конечно, можно использовать расширенный режим ISO с диапазоном от 50 до крайних 51200 единиц. В любой съемке крайне важно, чтобы камера правильно оценивала экспозицию кадра. В D750 за это отвечает RGB-датчик с улучшенным распознаванием сцен и разрешением в 91000 пикселей. Это позволяет практически полностью избавиться от промахов при матричном замере. Что мне действительно нравится в D750, так это то, что я теперь могу не выбирать между фото и видеокамерой. Я снимаю видео очень много, свадебные фильмы, видеоотчеты. И первые съемки сразу же показали видеоряд с очень низким уровнем шумов и правильной цветопередачей. Новый процессор X-PID 4 также ответственен за другое значительное улучшение. При съемке в Full HD доступна частота кадров 24, 25, 30, 50 и 60 пи. Теперь видео не просто более четкое, но и возможности обработки больше. К примеру, можно получить замечательный эффект slow motion, и любой эпизод становится гораздо интереснее. Еще одним приятным нововведением стало разделение фото и видеонастроек. Это позволяет отдельно и очень точно контролировать оба процесса. Отдельное меню видеонастроек помимо удобства дает доступ и ко многим полезным видеонастройкам профессионального уровня, таким как расширенное управление Picture Control с возможностью выбрать равномерный или Flat режим, что будет полезно при постобработке отснятого материала, и отдельным настройкам звука, которые помогут управлять как встроенным стереомикрофоном, так и подключаемым внешним. При этом все настройки отображаются на дисплее, что делает процесс видеосъемки очень удобным. Не выходя из режима Live View, вы можете на лету менять настройки выдержки, светочувствительности и диафрагмы. В D750 также добавили знакомую видеооператорам Zebra, которая позволяет полностью контролировать пересветы в кадре. В отдельном меню видеонастроек также есть замечательная возможность установить автоматическое ISO при съемке в ручном режиме. Учитывая отлично работающую систему фокусировки в ручном или следящем режиме, теперь можно полностью сосредоточиться на картинке и вести съемку практически без пауз. Камера также просто позволяет записывать нежатый видеосигнал сразу на внешний рекордер. Учитывая внутрикамерные возможности управления резкостью, контрастностью, яркостью и оттенками, на постпродакшн можно выводить очень гибкий в настройке материал и добиваться кинематографических результатов. D750 может использоваться со всем парком объективов Nikkor, как полнокадровыми, так и DX-моделями. Переключение между DX и FX-форматом доступно прямо в камере. Это дает дополнительную возможность приблизить съемочную сцену. Новая камера также является полноценным участником креативной системы освещения Nikon. Встроенная вспышка может быть как самостоятельным источником света, так и управлять внешними вспышками. И, конечно, в такой камере должно было найтись место для еще одной особенной функции. И такая функция была добавлена. D750 – это первая полнокадровая камера Nikon со встроенным Wi-Fi-адаптером, который позволяет передавать кадры на внешнее устройство и управлять камерой на расстоянии. Встроенный Wi-Fi-адаптер дает принципиально новый способ делиться своими фотографиями, имея в руках только камеру, смартфон или планшет. Инженерам Nikon удалось создать легкую и небольшую по профессиональным меркам камеру. С 24-мегапиксельной полнокадровой матрицей, большим поворотным дисплеем, встроенным Wi-Fi-адаптером, расширенными возможностями как фото, так и видеосъемки – все это позволяет получать великолепные снимки при любых условиях съемки. Использование этой камеры в работе обеспечивает уверенность в результате при любой творческой задаче. Я уверен, что D750 вас также впечатлит. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!